Добрый день, уважаемые слушатели! Рада вас приветствовать на сегодняшнем нашем вебинаре, тема которого – «Особенности модуля CRM в продуктах 1С», о чем сегодня мы с вами поговорим. Рассмотрим, как у нас организована CRM непосредственно в следующих решениях. Это УНФ в управлении небольшой фирмой и, соответственно, в управлении торговлей. ERP сегодня мы не будем рассматривать, но логика работы фактически одинакова. То есть это работа с карточками клиентов. Посмотрим, какие воронки продаж непосредственно в УНФ, какие у нас карточки и воронки продаж в CRM-системе. Но начнем мы сначала все это с вами непосредственно с системы УНФ. Так что немножко теории. В чем замечательно у нас УНФ в чести того, что имеет встроенную систему CRM? Есть возможность планировать звонки и встречи, также проводить анализы и воронку продаж, различные группировки использовать. Соответственно, управление менеджерами также все это организовано. И в том числе как отслеживание оплат, так и от грузок. И мы можем, соответственно, сравнить также работу наших менеджеров, посмотреть некую динамику. Соответственно, достаточно оперативно в режиме одного окна мы можем анализировать, что происходит непосредственно с нашим заказом. В УНФ большая часть работы ведется через заказы. И, соответственно, есть возможность установки соответствующих статусов. Это мы сейчас с вами посмотрим. Так, сейчас я сделала демонстрацию экрана и перейдем непосредственно к просмотру. Итак, что у нас есть с вами хорошего такого в нашей программе УНФ? Начнем с карточки контактов. Карточка контактов, соответственно, она вот здесь, контакты. Все возможности CRM, они у нас расположены непосредственно в данном блоке CRM. Вот карточки контактов. Так, немножечко окно, не то открыла. Здесь прав поменьше, поскольку пользователь демонстрационной по базе Ирины Витальевны у нас является фактически менеджером. Поэтому несколько возможностей функциональные у нее ограничены. Перейду на администратора и посмотрим, как выглядят у нас карточки контактов. Вот у нас открывается непосредственно окно контактов. По сути, это наши клиенты. Здесь есть возможность поработать непосредственно с карточками клиентов. Начнем с того, что данные карточки клиентов мы можем загрузить через кнопочку «Еще» и произвести загрузку данных из внешнего источника. Будь то это у нас Excel-овская таблиточка, либо адресная книга Google. Вот здесь есть окно загрузки. И мы можем, соответственно, из ранее заполненного файла произвести загрузку. Либо мы можем примеры данных для загрузки. Соответственно, образцы формата «Создать» они у нас открываются. Вот он нам приводит соответствующий образец, по которому мы проводим настройку. И заполняем поля, либо выгружаем данные. И, соответственно, если у нас образец предоставлен в таком формате, мы смело загружаем наши данные в нашу систему и можем ими воспользоваться. Сейчас я не буду загружать ничего. То есть достаточно удобные форматы загрузки данных из Excel и соответствующий помощник. Закрываю его пока. Далее, что возможно сделать непосредственно с данными контактами. По данным контактам мы можем, соответственно, произвести различную настройку. Если мы видим вот такой значок, это означает, что по данному контакту у нас с вами уже создан контрагент. Различные выборки мы можем произвести и, соответственно, настроить сам список. Для этого нам будет достаточно нажать на кнопочку «Еще» и изменить форму. Изменить форму. И мы видим, что у нас есть возможность отобразить дополнительно к списку и другую информацию, которая есть в контактах. Соответственно, мы с вами в ссылке можем добавить поля, которые есть при вязке. При необходимости. Это то, что касается работы с контактами. Далее, если это у нас покупатели уже, клиенты, которые с нами работают, то мы можем также с ними поработать. То есть, по сути, это наши покупатели. Зайдем в какой-нибудь из карточек покупателей и посмотрим, что у нас есть по данной карточке. Мы видим, что у нас есть сразу же информация о контакте, который привязан к данному контрагенту-покупателю. Его контактная информация. При необходимости достаточно удобной кнопки добавления контактов. Мы можем добавить и адрес, и телефон. Соответственно, наименование компании. Следующая – это контактная информация по компании. Информация о том, какой адрес доставки, который будет в последующем использоваться непосредственно в заказе клиента. И мы можем, соответственно, оформить доставку по данному адресу. Юридические данные. Видим, что достаточно удобный механизм нажатия кнопочек и перевода на тот или иной юридическую информацию. То есть, это может быть физлицо, ИП, либо госорган и так далее. Что еще? Есть возможность посмотреть непосредственно взаиморасчеты. Мы можем смотреть в различных разрезах, если, соответственно, поставили соответствующие флажки. Так, ну, соответственно, у нас здесь есть заполнение новых договоров и разнесение оплат. Обращаю внимание на то, что интуитивно понятные есть подсказки, которыми мы можем воспользоваться и, соответственно, поработать с данной карточкой. Что еще есть? Какая информация отображается? Во-первых, как представляется данный контактное лицо, вернее, данный контрагент, данный покупатель непосредственно в программе. Вот отображение. Мы можем изменить, указать, к какой группе относятся. В данном случае это у нас поставщики. Соответственно, в данном случае фактически даже это покупатель и поставщик, поскольку мы детализировали. Но он у нас относится к группе поставщики. Мы можем при необходимости также заполнить дополнительную аналитику. Это теги непосредственно в карточке контрагента. Данные возможности, если вы откроете в последующем управление торговлей, то там нет возможности вводить теги. Теги есть только в управлении нашей фирмой. Но теги присутствуют в 1СРМ. Так, далее мы видим с вами, какую информацию мы можем смотреть. Вот здесь мы в левом нижнем углу указали флажочки. И соответственно, мы видим визуально, что у нас было по данному клиенту. Сколько мы должны, какие у нас продажи были. Соответственно, продажи, если это у нас покупатель. Если мы должны, то это у нас поставщик. Давайте посмотрим, какие были продажи. Непосредственно мы можем сразу провалиться в динамику продаж по данному покупателю. Посмотреть, что было по продажам по текущий момент. Вплоть до того, как провалится соответствующий документ. Ну и, конечно же, непосредственно отсюда мы можем открыть документ соответствующий. То есть мы из карточки непосредственно контрагента клиента провалились в наши документы. Попали в документы. Ну и, соответственно, дата последней продажи. Когда было последнее событие. Продажа – это у нас, соответственно, заказ клиента. Последнее событие – это когда мы с вами с ними коммуницировали. То есть для нас важны не только фиксация факта продаж, но и по работе. Именно в части блоки CRM нам важны события по данным клиентам. Откуда пришел… Далее детали мы видим. Мы можем указать, откуда у нас данный клиент появился. Указать источник привлечения данного покупателя. Указать некую дополнительную заметку. Поставить ответственную за данным контрагентом. И, соответственно, прописать статью денежных средств, которые будут у нас автоматически потягиваться при поступлении оплат. И далее также в системе предусмотрен непосредственно добавление дополнительных реквизитов. Это то, что касается управления торговлей. Это добавление дополнительных реквизитов через дополнительные блоки. А здесь мы можем, то есть через дополнительный пункт меню, а здесь мы можем просто нажать кнопочку и фактически сразу же занести дополнительный реквизит, который нам необходим. В карточке нашего поставщика, клиента мы можем, как и во всех фактических решениях 1С, есть возможность по рассмотру текущих документов по данному клиенту. Все документы, которые здесь у нас участвовали, сделать различные выборки. Так, мы можем отсюда же с карточки продать, купить, указать некое событие. Событие – это наши фактические взаимодействия, которые есть в управлении торговли, есть в 1СРМ. По сути, здесь они фиксируются как события. Посмотрим, как у нас будет зафиксировано событие карточки клиента. Вот оно, фактически интуитивно понятный интерфейс, телефонный звонок мы фиксируем и, соответственно, мы можем по данному запланированному, первоначально это состояние запланировано, мы можем запланировать свою работу. И наши менеджеры могут, соответственно, работать. Конечно же, не только менеджеры, но и мы с вами сами планировать звонки, встречи, отправку сообщений и так далее. Это то, что касается контрагента. Договоры. Здесь есть, соответственно, договор и мы заполняем соответствующие реквизиты по данному договору. Соответственно, здесь есть бланк. Можно указать, воспользоваться с шаблонами печати офисных документов. То есть мы можем непосредственно прикрепить в УНФ образец договора, с которого мы будем проводить его распечатку. Достаточно удобный механизм. К сожалению, его нет у нас сейчас пока в управлении торговлей. И, соответственно, мы просто-напросто распечатываем договор. При необходимости, конечно же, точно такую же возможность можно доработать. Так, это то, что касается договоров. Соответственно, банковские счета, все события по данному клиенту, что это было у нас, мы здесь можем увидеть. И в рамках чего мы работали, то есть какое состояние у данного события. Все это здесь можно посмотреть. Какие контакты, то есть контактные лица, с которыми мы будем взаимодействовать в рамках данного клиента. Соответственно, если у нас есть какие-то файлы, они будут также здесь отображены. Отчеты по текущему клиенту. Достаточно удобно можно сразу увидеть примерный формат того, как у нас будет выглядеть непосредственно сам отчет. Но для того, чтобы сформировать по текущему клиенту, нам необходимо, соответственно, будет нажать на соответствующий виджет. И по виджету мы увидим, что у нас сформируется акт сверки. Опять же, используя стандартные механизмы самой 1С, мы можем произвести соответствующую настройку данных печатных форм. Мы можем сохранить файлик, открыть его в новом окне, отправить его сейчас. Соответственно, еще произвести различные настройки. Далее, есть, конечно же, и выполнение договоров обслуживания. Здесь у нас различные отчеты, продажи какие, по каким продуктам осуществляли. Здесь можно все увидеть. Виды цен поставщиков. Но если у нас наш покупатель, вернее поставщик, клиент является, соответственно, поставщиком, то здесь также оно прикрепляется. По сути, мы в карточке управления торговлей увидим то же самое. Сейчас пройдемся по УНФ, но некоторые моменты я сейчас просто озвучу. Различные дисконтные карты, если они здесь есть. И, конечно же, система обсуждений по данному клиенту. Можно с ним поработать. То есть по данному контрагенту. Это мы посмотрели с вами сейчас карточки наших клиентов и как можно с ними работать. Какие отчеты, что есть вообще доступного непосредственно в программе по данной карточке. Далее, что есть еще такого интересного в данном окне? Мы можем отфильтровать по различным, воспользоваться более 20 критериев отбора. Это у нас как источник привлечения, так и ответственный. Ну и, соответственно, конечно же, задать свой собственный отбор и получить соответствующую выборку по нашим клиентам. Это все через кнопочку «Еще». Там соответствующие настройки. Видим, что здесь есть и редактирование тегов. То есть мы можем сразу по данному клиенту, также через кнопочку «Еще», не заходя в саму карточку, осуществить как продажу, купить что-нибудь, купить у данного поставщика, занести события, то есть не проваливаясь в карточку. Есть возможность указать, что данный поставщик у нас, либо клиент, является недействительным. Тоже мы можем здесь указать и сделать, чтобы у нас были действующие, недействительные соответствующие клиенты также отображены. Очень удобный механизм, то, что мы говорили с вами по поводу того, что у нас есть с вами события. Очень удобный механизм есть в части того, чтобы организация работы. Это непосредственно такой механизм, как управление контакт-центром. Он создан был совсем недавно. Мы можем с вами посмотреть, что он из себя представляет. Вот наш контакт-центр. Фактически это рабочее место. Если видели ранее программу CRM, 11 CRM, то, соответственно, оно близко к нему. Мы можем увидеть, какие у нас события, если мы берем в список, какие события у нас сейчас в работе, и проводить работу. Соответственно, мы здесь проваливаемся в наше событие и его проводим, то есть работаем с ним. Также мы можем сделать фильтр различный. Мы можем указать, что нам необходимо сделать выборку по событиям, по которым должна поработать я сегодня на текущий момент, то есть в течение дня. Но чем хорошо еще здесь с помощью данных контакт-центров работать? Есть возможность, помимо того, что я вижу только одного сейчас моего пользователя, то есть возможность работать и с рабочими группами. То есть мы можем комплектовать фактически вот эти контакт-центры по различным нашим группам, по различным нашим отделам. И наши все фактически сотрудники отдела могут видеть список тех событий, которые необходимо совершить в течение дня. И подменить друг друга при необходимости. Такую возможность мы можем с вами настроить. Так, есть возможность. Смотрите, входящее сообщение. К сожалению, сейчас у меня нет ни одного входящего сообщения. Но если у нас есть какие-то интеграции с такими, с Telegram, например, с ВКонтакте и так далее, то в том числе и почтовые сообщения. Возможно, если у нас есть интеграция непосредственно с телефонией, то все входящие сообщения будут отображаться здесь. Пропущенные, в том числе принятые, которые мы еще не поставили в статусе в работе. Также, если мы перейдем из списка в Kanban, то мы увидим, что у нас есть, соответственно, это же входящее сообщение остается. Здесь мы видим статусы просроченные. Поскольку это демобаза, то, соответственно, все у нас сообщения и статусы просроченные. Что я должна сделать сегодня, завтра? Возможно, я часть задач перекину с текущего дня на следующий день. И, соответственно, здесь есть возможность планировать работу на неделю и, может быть, и позже. Этим замечательна вот эта Kanban-доска. Есть возможность просмотра своего календаря. Мы можем планировать свою работу. То есть видеть фактически загрузку. Аналогично, помимо того, что наш сотрудник видит свою загрузку, мы можем видеть непосредственно работу всех наших сотрудников отдела. И таким образом будем видеть, либо наш сотрудник перегружен работой, либо, возможно, нам потребуется принять какое-то решение и перекинуть часть задач непосредственно на других сотрудников. В том числе мы будем видеть и просроченные его задачи. Видим, что есть кнопочка. То есть вот у нас есть возможность просмотра просроченных заданий. Флажок включаем, и у нас он будет их отображать. Мы можем синхронизировать наш календарь непосредственно с Google календарем. И тогда, по сути, наш сотрудник будет видеть и некие свои, как бы, удобно будет работать, если он выезжает на поля, например, и у него все это отображается его в Google календаре. Что он не упустит. И, допустим, у него придет напоминалка и на телефон и так далее. Здесь есть возможность видеть, какие у нас доски есть. То есть мы можем формировать командные доски. И, соответственно, это все у нас будет отображаться здесь. Все настройки достаточно интуитивно понятные. И можно будет их настраивать. Это достаточно удобный механизм. То, что мы еще должны с вами поглядеть и хотелось бы поглядеть. Работа с лидами. Есть возможность работать с лидами. Лиды, как правило, у нас фактически не формируют. Могут быть фактически проиграны. То есть мы можем его получить, но в работу он может у нас не уйти. И, соответственно, засорять нашу клиентскую базу не имеет смысла. Возможно, когда-то в последующем наш лид станет доступным и будет в работе. Так, давайте посмотрим. Сейчас на текущий момент, возможно, мелко видно. Но мы сейчас увеличим с вами масштаб. Масштаб. Где у меня кнопочка? Сейчас увеличу немножко масштаб. И объясню, с чем связано то, что я сейчас его сделала крупнее, а до этого он у меня был мельче. Дело в том, что сейчас мы видим, что у нас лист сформирован непосредственно списком. Вот есть возможность видеть списком. А если мы нажмем на кнопочку «Канбан», то фактически мы будем видеть, как у нас лиды выглядят в канбан-доске. Но, к сожалению, здесь пока масштабы и шрифты не очень удобные. То есть пришлось поэтому масштабы уменьшить, чтобы было визуально видно, что здесь происходит. Вернусь к списку пока. Мы видим наши лиды. Мы можем их загрузить. Опять же, из наших экселевских файлов мы можем загрузить наши лиды. Получить, опять же, примеры для загрузок. И, соответственно, эту загрузку провести. То есть механизм фактически тот же самый, что и по загрузке наших контактов. Давайте посмотрим, что у нас будет при создании лида. Вот наш лид. В рамках данного лида могут быть несколько событий. Те же самые переписки наши с клиентом. Те же самые звонки клиенту. Если, допустим, мы сегодня и вчера позвонили, написали, но так и не дождались ответа, тогда мы с вами можем его зафиксировать как некачественный лид. Что мы можем внести в состояние лида? Во-первых, мы можем показать, что он у нас пока не отработан, когда поступил только что в работу. Состояния лида могут быть следующими. Это не отработан в работе. Давайте попробуем, посмотрим, что означает. Здесь мы можем назначить различные цветовые оформления и, соответственно, прописать, какие статусы мы с вами можем лидировать. Лиду присвоить. Значит, это не обработан. В работе отправлено КП и назначена встреча. Список при необходимости можно будет расширить теми состояниями, которые предусмотрены возможностями пользователя. На текущем я опять же попала в то, нахожусь у Ирины Витальевны, которая является у меня только пользователем системы. Итак, лид у нас не обработан. Мы можем ввести какую-то дополнительную информацию по лиду. Например, допустим, пусть запрос. Напишем, что это некий запрос, который поступил от клиента. Пусть у меня контакт называется Ольга. Телефон некий. Занесла его. Так, юридического лица пока нет. В программе он у меня будет представлен как Ольга. При необходимости я могу его изменить. Мы видели, что в списке у нас вот идет представление. И, соответственно, само контактное лицо также имеет такое же как бы наименование. Чаще всего представление немножко путает нас. Мы можем сделать его понятным для себя тоже. Можем занести его в группу, присвоить некий тег. Например, если мы производим какую-то мебель в текущей информационной базе, у нас сейчас развернута демонстрационная, связанная с производством мебели, то, соответственно, мы можем здесь указать тег, по какую мебель мы сейчас. Либо кухонную, например, либо это мягкая мебель. Соответствующую градацию мы можем провести. Ну и, конечно же, откуда пришел у меня лид. Так, мы указываем, например, что это был звонок. Все. И, соответственно, для того, чтобы детализировать его, мне нужно будет указать какой-нибудь дополнительный реквизит, потому что я вижу, что есть звонок, но не вижу откуда и чего. При необходимости, конечно же, можно создать что-нибудь другое. Вот в части источников детализации здесь несколько систем отличается от управления торговлей. Правда, в управлении торговлей в качестве льда можно использовать, по сути, взаимодействие. Сейчас это увидим. Итак, зафиксировали лид, записали его. Не буду из него выходить. Далее могу создать какую-то дополнительную задачу, чтобы у меня были различные напоминалки по данному лиду, чтобы я о них не забывала. Но, в принципе, забыть достаточно сложно, поскольку у нас будет вестись как бы обработка входящих лидов. События можно запланировать. И, соответственно, опять же, с данного лида мы можем сформировать в то же время и заказ на работу, и заказ поставщику, либо заказ покупателю. Все это здесь есть возможность создать. Далее, после того, как мы его взяли в работу, соответственно, нам либо, вот мы позвонили клиенту, зафиксировали события, сейчас я просто его фиксировать не буду, поскольку мы ограничены во времени, то я могу его перевести в разные статусы. Мы можем перенести его в покупателя, соответственно, у меня сразу... Давайте я его попробую перенести. Что у меня формируется? У меня сразу формируется покупатель. И данный покупатель у меня будет сформирован на основании как бы льда. То, что у меня поступил звонок, заметки, это запрос от клиента, это вот то сообщение, которое я ввела соответствующее. Ну и, конечно же, при необходимости я дополняю соответствующую информацию. Если мне надо провести какие-то дополнительные манипуляции, то я могу с этой карточки, соответственно, провести то, о чем я говорила вам ранее. Записываю, закрываю покупателя. Возвращаюсь. Так, у нас была Ольга. Соответственно, мы видим, что здесь у нас нет Ольги. Уже она пропала следов. Она стала нашим покупателем. Из списка ушел мой лид. Он у нас будет виден только в соответствующих отчетах. Давайте попробуем еще увидеть, что произойдет, когда мы с вами из статуса покупателя, попробуем покупателей заказ, допустим, то, соответственно, здесь у нас сразу зафиксируется покупатель, он создастся автоматически, и сразу сгенерируется заказ покупателя. То есть автоматически система проводит сразу два действия. Не буду ничего пока проводить. А теперь попробую сделать его не как бы некачественным. То есть он у меня ненужный фактически для меня лид. И здесь мне нужно указать, что с чем связано. Почему у меня данный лид незавершенный, то есть нехороший, некачественный. Здесь мы можем, соответственно, указать причину. И, соответственно, после того, как мы с вами эти причины укажем, провести и посмотреть аналитику. Давайте выберем и устроили условия. Можно писать некие комментарии. То есть причины у нас могут быть несколько более условные, а детализация – это в комментариях. Обращаю внимание, что есть возможность вернуть в работу некачественные лиды. Возможности возврата есть на этапе, когда мы этот лид с вами здесь видим. И через отчеты вы можете провалиться в список некачественных лидов и, соответственно, в любой момент вернуть его работу. По сути, лиды, которые даже некачественные, могут быть основанием для работы в последующем с клиентами. Сейчас я закрою его, запишу и закрою. Так. Хорошо. Это то, что касается работе лидов. Так. Опять же, стандартно есть различные соответствующие выборки. Мы при переходе с одного лида на другое видим наши контакты. Если подключена IP-телефония, нажимаем на трубочку и совершаем события. Вот. События можно непосредственно отсюда формировать, чтобы не заходить в непосредственно в лид. При необходимости, опять же, можно настроить табличную часть по лидам. Далее. У нас есть еще достаточно интересный механизм. И вообще, о чем хотела сказать сегодня, это воронка продаж. Давайте посмотрим воронку продаж, как она у нас выглядит в УНФ, направлении нашей фирмы. Сейчас она сформируется. Мы видим, что у нас воронка продаж формируется по источникам привлечения, то есть, соответствующее отображение. То есть, все, что сейчас есть, поскольку никаких выборок нет, то здесь все сразу отображается. Откуда у нас пришли, что является источником привлечения, сколько по факту пришло лидов, какова конверсия, сколько стало покупателями. Опять же, мы видим, какая конверсия и сколько у нас было заказов. Соответственно, и по заказам тоже можем увидеть конверсию. Далее. Есть графическое отображение этих конверсий. То есть, у нас есть необработанные, в работе, отправлено КП, переведены в покупателей. Соответственно, все это мы здесь видим. и видим, каковы у нас потери. Если же у нас доведены были наши лиды до, соответственно, до продаж, то мы также будем видеть, что у нас ведется по лидам соответствующая работа. Вот они у нас. И по трем из них у нас нет продаж и заказов. Соответственно, лиды у нас неэффективны. То есть, мы будем видеть всю динамику здесь непосредственно в этой вагонке продаж. Так. Сверну сейчас состояние. И далее мы видим, что у нас происходит с покупателями. Совершена продажа, либо несовершена, какую выручку и прибыль мы получили. Соответственно, понятное дело, что выручка сколько пришла, а прибыль это сколько мы там с учетом себестоимости, какова у нас прибыль составила. Все это визуально. Это мы как раз и видим в системе. Поскольку система позволяет проводить работу с наряд заказами, мы можем видеть аналитику и, соответственно, в разрезе заказа снарядов. В разрезе заказа покупателей также мы видим всю эту работу. Достаточно удобные механизмы непосредственно в работе программы. Так. Это то, что касается вармонки продаж. Опять же, понятное дело, что мы можем ее настроить так, как нам необходимо. Есть различные фильтры, есть соответствующие настройки, поэтому можно будет ими воспользоваться. Вот они. Воронка продаж как выделенная, то есть вся. Либо мы выделить по заказам, либо только по лидам, чтобы не было у нас такого полотна. Бывает так, что удобнее работать и с полотном. Посмотрели, все примерно сравнили на глаз, как говорится, сразу обхватили весь объем информации. Можно будет воспользоваться. Очень, как мы уже видели из карточки контрагента, что у нас есть очень удобный механизм работы с отчетами. Отчеты открываются здесь уже в визуализации. Мы видим, в каком формате он будет сформирован и что нам будет показывать. В том числе, как мы сейчас только смотрели, воронку продаж отдельно. Мы можем проанализировать базу клиентов. Мы можем посмотреть анализ базы лидов, посмотреть, какая прибыль, календарь событий и разные другие отчеты, которые у нас есть в системе. Давайте посмотрим анализ базы лидов. Мы можем увидеть соответствующие, что у нас есть некачественные лиды. Сформировать. Вот он сформировался. И мы видим, что у нас существующие три, новый один. Вот он, некачественный мой лид, который был у меня в работе. я могу его вернуть. То есть, я посмотрела, как руководитель, что было сделано с данным лидом, проанализировала события и решила сделать контрольный звонок клиенту. Позвонила клиенту, выяснилось, что клиент недопонял моего сотрудника фактически. И, соответственно, я возвращаю данный лид уже в работу, поскольку мои договоренности, допустим, с клиентом прошли успешно. Это как вариация работы и контроля наших менеджеров. Что еще пока не перечли на правильный торговлю и хотела показать в системе? Очень удобный механизм работы с заказами покупателей. Вот они, наши заказы покупателей. И мы видим, что у нас сейчас, соответственно, визуально происходит непосредственно с данным заказом. Первое – это то, что касается состояния отгрузок. Первая табличка, здесь у нас деньги, соответственно, и состояние, что у нас с заказами покупателей. На какой стадии у нас находится тот или иной заказ. Кто покупателем является? Ну и, соответственно, еще какая это заявка на продажу, либо, возможно, это не просто заявка на продажу, а на производство и так далее. Давайте поглядим. Допустим, на складе. Здесь как раз вся работа проводится через заказ покупателя. Если управление торговлей – это сделка, то управление нашей фирмой – это основным является заказ покупателя. И мы можем проводить работу по схеме, по плану, который будет установлен через вид данного заказа. Посмотрим, что такое. Вот мы здесь можем указать порядок состояний, какие у нас будут зафиксированы по данному виду. по данному виду. В данном случае он основной, и вот они, какие состояния последовательные могут быть на складе. Завершен, когда он уже стадия седьмая, там завершено. Это основное, оно задано. Фиксированное состояние мы можем указать здесь, либо использовать, не использовать доставки. То есть, здесь работа ведется через заказ. Вот мы его увидели. В производстве несколько иной, возможно, иная, возможно, последовательность. Поэтому мы можем создать разные виды заказов покупателя, которые потом по статусу будут у нас, соответственно, изменяться. Ну и, конечно же, здесь различные статусы. Где она у нас сейчас на складе, в производстве, либо у нас выезд замерщика. Все это мы можем здесь указать. То есть, состояние вида основного, то, что у нас только что сейчас мы с вами глядели. Это состояние. Так, далее мы видим, что у нас есть какая это операция, ну и, соответственно, работа вся по заказу. Товары, доставка, платежный календарь, оплата дополнительно. Но заказы покупателя это фактически тематика другой, как бы, встречи. Но и мы понимаем, что заказ покупателя это фактически сделка с нашим клиентом. И в рамках заказа покупателя мы в управлении нашей фирмой ведем с вами работу. И пока у нас заказ не закрыт, соответственно, мы с вами работаем с ним. Так. А теперь перейдем непосредственно к нашей управлению торговлей. Сейчас вернусь. демонстрацию. И вот. Что же касается наших управлений торговли и ERP, то мы видим, что соответственно, у нас все процессы продаж, они регулируются непосредственно через сделки с клиентом. Мы также можем смотреть, что у нас является незавершенным и смотреть, какие у нас клиенты либо являются у нас потенциальными, либо мы работаем с ними. Это все через сделки. Сейчас мы с вами посмотрим. Система позволяет проводить именно и имеет следующие возможности, которые вы сейчас видите на экране. Очень хороший инструментарий, который есть в управлении торговлей и ERP, это работа с претензиями. Ну и еще достаточно сильный инструментарий в части управления торговлей и ERP. Это работа со сложными продажами. Как-то работу со сложными продажами озвучивала, рассказывала о них на одних из встреч, которые у нас были ранее. Давайте сейчас перейдем к просмотру, что же и как же, вернее, что же и как же, как у нас организовано СРМ непосредственно в управлении торговлей. Так, вот наше управление торговлей и работа ведется опять же в одноименной нашей в нашем блоке это СРМ и маркетинг. Здесь мы можем вести различную работу в части того, что указываем канал рекламных воздействий. Это у нас сеть выставок, это, например, сеть тертажа, работа с сети магазинов с нами. Если это рекламные воздействия и тип воздействия наше какое-то маркетинговое мероприятие, то, соответственно, мы это маркетинговое мероприятие можем зафиксировать в системе. И поскольку у наших маркетинговых мероприятий может быть несколько, то, соответственно, эти маркетинговые мероприятия мы можем в системе указать. Мы указываем плановые даты планового окончания наших мероприятий И, соответственно, фиксируем дату начала и дата окончания. Для какого сегмента клиентов и какого сегмента номенклатуры предназначено данное маркетинговое мероприятие. При этом сегменты могут быть разноуровневыми, то есть мы можем их компоновать совершенно на свой вид и вкус. Если же у нас распространяются полностью на всех клиентов, то, соответственно, сегмент мы не указываем. То есть сегменты мы можем здесь создавать. Давайте просто зайдем и посмотрим, и увидим. Конечно, сейчас как бы голопом по Европе, но все равно. Есть возможность, помимо того, почему я открыла сейчас этот сегмент, есть возможность с помощью схемы компоновки данных создать сегмент. И если у нас, мы сделаем разрешить редактировать, если мы нажмем на данную кнопочку, то увидите, что есть возможность организовать различную выборку, в том числе по тем же сегментам. То есть мы можем организовать какой-то свой сегмент, в который будут входить другие сегменты, и мы их с вами скомпонуем. Можем средактировать схему компоновки. И в толстом клиенте, ну ладно. Нажимаем на эту кнопочку, и если мы владеем несколько азами немного программирования, то мы можем, соответственно, данный сегмент настроить. Система достаточно гибкая, поэтому проводить маркетинговые мероприятия мы можем по различным сегментам. Аналогично это касается и сегмента номенклатуры. Те же самые настройки фактически, но для наших товаров. Далее мы здесь указываем, с какими партнерами кто будет у нас участвовать непосредственно в данной акции. Это можно указать, в принципе, можно не указывать, но для дополнительных аналитик в последующем они нам будут необходимы. Опять же, в рамках данных маркетингов мероприятий у нас могут быть некоторые взаимодействия с нашими клиентами, пользователями, поставщиками, потому что, возможно, мы что-то должны закупить, прежде чем начать проводить данные маркетинговые мероприятия. И тогда мы с вами должны указать то взаимодействие, которое у нас будет запланировано. Фактически это то же самое событие, телефонный звонок, встреча, но называется в данной системе оно взаимодействием. Так, давайте попробуем создать встречу. Вот мы видим, как у нас выглядит наше взаимодействие, которое в данном случае будет названо встречей. То есть в зависимости от того, какой вид взаимодействия мы создаем, у нас визуально документ будет выглядеть иначе. То есть он будет отличаться. В данном случае мы видим, что у нас кто является участниками, комментарии поставить. Если же мы создадим тип взаимодействия, так, например, позвонить, то, соответственно, здесь уже у нас... Не, не сохраняло. Сейчас секундочку, я его сделаю по-другому. Просто создам, например, телефонный звонок. То видим, что визуально он отличается. Здесь есть абонент, как связаться, контакт. И, опять же, отсутствуют те, кто встречит там, может быть, несколько участников. Так работает непосредственно у нас телефонный звоночек. То есть система взаимодействий. Эту систему взаимодействий можно использовать не только в маркетинговых мероприятиях, но и в работе с нашими клиентами. Акции таким образом мы как бы создали. Непосредственно также мы можем план проекта создать. То есть у нас может быть некий план работы по маркетинговому мероприятию. И этот план мы заносим здесь руками в системе. Да, сейчас вот оно не автоматизировано, но вручную мы можем занести. Мы можем запланировать как бы то или иное сбор, например, работа с поставщиком. То есть нам необходимо сделать закупку. Далее необходимо провести, допустим, сформулировать тексты наших мероприятий. Это тоже будет задачей. И, соответственно, у нас здесь появится некий пол задачи под задачи, с которыми мы будем работать. И опять же в рамках этого плана проекта мы будем вручную вносить изменения. И мы можем создавать непосредственно задачи. И задачи эти у нас будут видны в данном списке. Мои заметки тоже, которые касаются непосредственно маркетингового мероприятия, могут быть здесь. То есть в рамках одного документа можно провести достаточно большую работу по работе с маркетинговыми мероприятиями. И это маркетинговые мероприятия, которые мы занесли с вами, они у нас будут участвовать непосредственно при формировании нашей работы с клиентами. Работа здесь будет вестись в рамках сделки. Откроем сейчас нашу сделку. И в рамках этой сделки мы будем проводить с вами работу. Соответственно, мы видим, что у нас каналом привлечения является, например, выставка на нашем маркетинговом мероприятии. И здесь идет большая детализация в честь того, что мы можем выбрать наше маркетинговое мероприятие, которое с вами завели, и указать его в качестве первичного интереса. Соответственно, в дальнейшем мы можем проанализировать, сколько мы потратили на данную выставку, фактически в данном случае на рисунке эта выставка, сколько мы потратили денежных средств и какой выхлоп получили. Если же у нас, как и в ERP, ведется, допустим, бюджетирование, мы планируем в последующем там проводим планирование, то, соответственно, мы в ERP можем сформировать план-факт. Хотя он и здесь несколько формируется, но лучше, конечно же, его большую детализацию можно получить уже там. Так, сделка с клиентом. Что она себе представляет? Во-первых, мы фиксируем название, то есть номинование нашей сделки. Сформировали, кто является по данной сделке у нас ответственным. Указываем клиента. Соответственно, в последующем здесь будет прописано соглашение. Те договоренности с клиентом, в рамках которых мы работаем с нашим клиентом, если это видеомаркет, мы видим, что по данному клиенту мы можем работать вот с такими соглашениями в условиях продаж. Их может быть несколько. Это может быть и индивидуальное соглашение, и типовое, которое позволяет нам работать в рамках данного клиента. Давайте откроем наше соглашение и посмотрим, что же здесь есть. Здесь мы прописываем все условия, которые мы можем предложить нашему клиенту в рамках работы с ним. Соответственно, в сроке доставки, с какого склада, какие у нас будут ценовые, каким ценовым группам, какие цены мы предоставляем. То есть это все мы можем здесь с вами прописать. После того, как прописали данные условия, сделали предложение нашему клиенту, увидели его потенциал. В принципе, потенциал здесь не является обязательным полем. Можем прописать вероятность сделки. Соответственно, есть возможность указать статусы. Если мы еще находимся в работе, в данном случае видим, что статус нашей сделки закрыт. Я сейчас его открою. Статусы бывают в работе, выиграно, проиграно. Если проиграно, то, соответственно, мы указываем причину проигрыша. Если же в работе, то понимаем, что она у нас сейчас сделка в работе. Выиграно это на тот момент, когда мы с вами, по сути, совершаем продажу и закрываем эту сделку. Есть возможность, то, о чем я говорила ранее вам по поводу, в части того, что работаем с заказами, вид заказа. Здесь это будет вид сделки. На момент формирования вида сделки мы можем формировать этапы процесса. Этапы процесса и вида сделки, они у нас могут быть разными. И, соответственно, либо это сделки с срочным переходом по этапам, либо обязательно прохождение этапов. То есть эти этапы процесса мы можем с вами определить и произвести настройку бизнес-процессов. Если же нам необходима более гибкая, детальная настройка бизнес-процессов, то это уже использование дополнительного блока. Например, если управление торговлей, то это управление торговлей и взаимоотношения с клиентами. Где этот блок именно работы с частью видов сделок, фактически там уже будут не виды сделок, а там будут интересы. То там разрешена возможность формирования и корректировки этих бизнес-процессов. Здесь они у нас несколько заложены. Так, давайте посмотрим, какие у нас виды сделок есть. Настройки и справочники. Так. Виды сделок с клиентами. Какие они бывают. В данном случае все действующие, фактически. Есть типовая продажа. Когда у нас вот заданы процессы. То есть, сейчас я сделаю разрешитель активного эквизитов. То есть мы видим, что в типовой сделке у нас все должно быть строго. Первичный контакт, там квалификация, презентация, подготовка и выполнение обязательств. Здесь вот как бы ни шагу назад все должно быть четко. Если же у нас, так, например, возьмем сделки с ручным переходом по этапам, то, соответственно, здесь мы можем их квалифицировать здесь. Соответственно, мы можем их видеть, менять. Есть непроцесс на сделке, когда совершенных процессов таких не будет, что на каком этапе мы находимся. Мы просто-напросто задали с вами некую сделку и работаем по этой сделке. Единственное, что в данной работе с данными сделками, что не совсем бывает нам удобно, это с чем, может быть, мы столкнемся. То, что вот у нас вот наш вид сделки, мы можем настроить, на каком этапе мы находимся. И не будет нашей привычной канбан-доски, которая есть в сервен-системе. Здесь мы работаем в основном со списком. Есть, конечно же, возможность выборки. Можно группировать, но работа идет со списком. Так, это то, что касается сделки. В части того, что мы здесь видим в виде. Есть возможность каждому виду сделки прикрепить свою инструкцию, когда по данной инструкции наш менеджер четко и по плану может провести работу. Возможен некий план процесса. Мы его можем посмотреть. Вот он у нас показывает нам, какие у нас должны быть этапы продажи. Также своеобразная подсказка для нашего менеджера. Кто является участником данной сделки? То есть здесь возможно, что и наши конкуренты также принимают участие. То есть мы знаем, что по данной сделке с данным клиентом работают ряд наших партнеров. Первичный спрос – это то, что клиент у нас запросил. Обращу внимание сейчас. В виде сделки у нас есть возможность... Так, по-моему, здесь... Да, вот здесь именно для этого вида сделки есть возможность фиксировать первичный спрос. И если вот этот флаг стоит, то, соответственно, у нас на сделке будет доступен первичный спрос. И тогда мы здесь... Обращу еще внимание второе. Здесь мы прописываем описание потребностей. Здесь мы не можем выбрать товарные позиции, которые у нас будут... То, что как бы были заявлены клиентом. Здесь мы прописываем это руками, прописываем, какая сумма. И опять же, процент удовлетворения данного клиента мы все это заносим руками. В последующем мы это анализируем в рамках того, что первичный спрос был на такое-то количество, а мы не смогли, допустим, оказать... Причину неудовлетворения, с чем связано, вот мы можем здесь убрать, выбрать, вернее. То есть у нас будет, например, даже процент 20, а с чем связано то, что остальные не смогли обеспечить, мы можем здесь указать причину. И в дальнейшем это же опять же будет наша дополнительная аналитика. В рамках сделки мы можем создать, опять же, заказ клиента сформировать, сформировать коммерческое предложение нашему клиенту. И это коммерческое предложение, соответственно, отправить непосредственно нашему клиенту. Вот оно в рамках документов по сделке. А здесь... Так, сейчас я период укажу, очищу период. Так, нет, он все-таки не позволяет. Скорее всего, здесь более ранние документы были. Так, вот коммерческое предложение, которое мы отправляли нашему клиенту. Видим, что оно здесь у нас указано. Мы здесь сдаем именно номенклатуры, если есть необходимость и характеристики. Указываем вид цены. Условия поставки здесь у нас определяются. До какого действует наше предложение. Какая операция, там, налогообложение. Возможно, дополнительные какие-то условия, что, например, аванс там до такого до числа. Условия самовывоза. Информация для покупателя некая. И дополнительно мы здесь ставим статус нашего предложения. Либо это черновик. Если же нам необходима система согласования, то мы пока ставим статус несогласованно. Когда прошли стадию согласования, то, соответственно, у нас статус будет действует. Ну и кто отвечает за данного? Кто является менеджером? И кто является контактным лицом? Далее мы можем распечатать коммерческое предложение. Либо со скидками, либо без скидок. И на основании, когда уже наше коммерческое предложение уже утверждено. Клиент подтвердил данное предложение, что да, я согласен с ним, готов с вами поработать. То мы, соответственно, с вами выставляем на основании него, формируем заказ клиента. И далее уже проводим стандартную работу с данным заказом клиента. Опять же, помимо того, что мы с вами ведем работу с данным клиентом в части документов, которые фиксируются в системе, таких как коммерческое предложение, либо заказ клиента, то не забываем, что есть у нас система взаимодействий, когда мы должны желательно фиксировать наши договоренности непосредственно в данном взаимодействии. Чего у нас, к сожалению, не любят делать наши менеджеры, это фиксировать наши договоренности. В итоге, даже тому самому нашему крупному покупателю, крупному клиенту мы можем что-то упустить. То есть мы договорились, например, о том, что я подготовлю коммерческое предложение, например, сегодня вечером, но не успеваю. И по тем взаимодействиям я должна предупредить клиента, что да, не успею. И в этот момент наш руководитель должен отследить, что да, у меня должно быть действие такое, я должна отправить коммерческое предложение к такому-то числу, не успеваю, и принять действие. Особенно по крупным клиентам, по крупным сделкам. Поэтому фиксация небольших вот таких договоренностей очень важна. Пусть это будет не полностью, как бы, мы пишем темы, зададим некую тематику, то есть у нас темы будут заданы по определенному, например, механизму. Соответственно, мы описываем кратко, что о чем договорились. Не надо там прописывать прям полностью дословно, но достаточно тех договоренностей, которые у нас были. Если же это было какое-то взаимодействие, и мы, допустим, пообщались в WhatsApp, Viber или других мессенджерах, то, соответственно, мы просто можем скопировать оттуда. И хотя бы нам, как участникам последующим для разбора различных ситуаций, будет этого достаточно. Ну, если, конечно же, у нас вот эти общения в мессенджере не интегрированы в нашу систему. И вот эта дополнительная интеграция с мессенджерами и другими системами позволяет нам фиксировать текущие взаимодействия уже непосредственно автоматически. Не приходится ничего копировать и вставлять. В этом есть некий плюс. Так, конечно же, тогда для того, чтобы эта интеграция была проведена как бы без различных доработок возможных, то нам лучше, конечно же, если взять управление торговлей, то дополнительно перейти на управление торговлей и взаимоотношение с клиентами. Да, там эти взаимодействия автоматизированы. Там есть то, что я сегодня показывала в УНФ, есть канбан-доска, ну и другие плюшки. Как же выглядит здесь у нас сейчас с вами, так, отчет, воронка продаж. Секундочку. Мы сейчас с вами посмотрим воронку продаж, как она здесь выглядит. И мы немножечко по, просто некое отличие покажу, потому что здесь она отличается. Ну, соответственно, для того, чтобы правильно выбрать ту или иную систему, которой вам было бы удобно, вот она, воронка продаж. Как она здесь выглядит. Потенциальные суммы сделок. И вот она. Да, мы видим так. Такая дополнительная аналитика. Но есть еще плюс дополнительные другие отчеты, по которым можно будет поработать. Это прибыль по сделкам, организация, вероятностный прогноз. Все это можно посмотреть. Однако для того, чтобы правильно работать системой, вам необходимо будет выбрать систему, в которой, чтобы правильно выбрать систему, необходимо определиться с тем, для чего вам нужна система. И пока вы не определитесь правильно, для чего вам нужна система, вы, может быть, не раз столкнетесь с тем, что вы уже купили продукт, но оно неудобно для применения к бизнес-процессам именно для вашего подприятия. Возможно, что менеджеры будут против. С этим тоже не раз столкнетесь. И для того, чтобы правильно подобрать решение, я бы вам порекомендовала ознакомиться с очень хорошей и полезной книгой, которая называется «Управление продажами и взаимоотношениями с клиентами» от 1С, в которой это все прописано. Прописаны технологии, как проходит внедрение по CRM. Прописано, как выбрать правильную систему CRM. Рекомендую ознакомиться. Много, конечно же, информации и, соответственно, на сайтах различных. Поэтому прежде чем проводить внедрение CRM, выбрать систему, то первое, что вы должны сделать, это, конечно же, изучить само понятие CRM и понять, для чего вашему бизнесу требуется CRM-система. К сожалению, мы с вами исчерпали наше выделенное нам время. Прошу прощения, что немножечко не уложилось. Но если у вас будут вопросы, то вы можете их задать нашим менеджерам. Я благодарю вас за внимание. Пишите нам через наших менеджеров. Готовы буду ответить на ваши вопросы. Еще раз благодарю за внимание. И до новых встреч.